Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в музее искусств Ретели. И я не одна здесь, а с вами подругами, с Галинами. Вы их уже видели. Мы были Новым годом, встречались. И теперь мы встречаемся в музее. Замечательный ресторан, замечательная встреча. И самая очаровательная женщина на этой планете. Наконец-то мы опять вместе. Нам уже это нравится. И мы будем это продолжать всегда так, чтобы за нашу встречу. Мы ее приурачиваем к Рождеству. Ура! Ура! С Новым годом! А еще Новым годом? Еще! Галочка, я вас слушаю. Я могу только присоединиться. И пожелайте вам, мои красавицы, счастья и здоровья. Материального благополучия. И пусть у вас в доме, кстати, любовь. Хотела сказать, ласка. И ласка тоже. И ласка тоже. И пусть у нас все складывается так, как нам самим хочется. С праздником вас, мои дорогие. Спасибо! Ура! С вам бокал? С вам бокал? Я хочу тоже присоединиться к вам и поднять тост за... Во-первых, вот это чудесное место. Потому что я считаю, что мы нашли, куда нам можно приходить теперь. Чудесный ресторан. Посмотрите, как здесь все красиво. И я считаю, что красивые женщины должны иметь красивое обрамление. Чудесный салат с языком надо нам дали. Приятного аппетита! Да-да-да! Очень приятно! Ну вот, мне, наконец, принесли блюдо. У меня кисадзилья с курицей. Сейчас будем ее пробовать. А у девчонок заказано с грибами. Вот они уже начали есть свинина. Это что мне попозже готовили и попозже привезли. Так что сейчас мы... Нужный ракурс. Мария спросила про эти украшения. Я их очень люблю, потому что за каждым из них стоит история. У меня дочка сейчас работает в Египте. И вот каждый раз, когда я приезжаю к ней в гости, мы с ней идем на знаменитый рынок. Кан и Аль-Халиль. И чтобы купить вот такие браслеты в презентике. Но это серебряные? Это чисто серебро. Это нравится абсолютно всем. А дорого это стоит? Нет, это все недорого. Это все доступно для среднестатистического человека. Но когда он нам начинает вот эти выкладывать, браслеты, мы думаем, ну мы купим один. Это сказка, конечно, браслеты. Потом мы купим два. Мы с ней принесли домой штук 15 лет. Когда мы проснулись с ней с утра, я говорю, а это зачем? А удержаться нельзя. Вот руки так и тянутся, так и тянутся. И когда ты понимаешь, что ты себе это можешь позволить по цене, думаешь, потом вдруг не придешь. Вдруг тебе это уже не достанется. У вас необыкновенная бусы тоже из Египта, да? Нет, а бусы это я сама делала. Я покупала камешки. Мне очень нравится опал. И я когда вижу разные конфигурации опал, Ну, очень красивые бусы. А на какую нитку вы это делаете? Или на леску? На леску специальная. На леску. Я начинаю плясать уже вокруг опала. Как бы у меня опала центральная часть, а это уже так пошла песня. Ага. Я с вами на браслет зашла. А браслет это уже другая песня. Я думала, что у меня тут синенькие буси сегодня. Они не синенькие такие. Тоже опал. Тоже вокруг опала все. Это такой вот беспроигрышный вариант. Беспроигрышный. Но его раньше никогда не делали в миксе. А серьги ваши? Ну, серьги-то готовые. Тоже опал. Я увидела. И просто купила, чтобы как-то было в комплексе. Да, красиво. Спасибо. Бусы очень красиво. А все сочетание, как говорят, гарнитур. Правда, сейчас уже гарнитур не особенный. Сейчас сочетают, знаете, серебро с золотом. Вот это вот все перешло. Если не сочетается, ты много не оденешь. А когда ты одеваешь и серьги, и бусы, и это, то все-таки должно быть, мне кажется, в какой-то... Я же, знаете, по поводу сочетания. Мне передача однажды понравилась. Я смотрела на господина Зайцева, и у него брали интервью по поводу его конкурента. А конкурент у него Юдашин. И он его просклонял от именительного этажа до предложного. И хуже у Юдашкина, у Зайцева не было. Проходит ровно неделю. Берут интервью у Юдашкина. И он точно так же от предложного подержа, только в обратную сторону до именительного, прошелся по Зайцеву. И тогда я поняла, становись в галлюсе, мы забили займираться. Все равно понравится соседке ванне, и понравится соседке ванне. Это да, это да. На вкус и цвет товарищей нет. Я согласна. Это вовремя понять. Я совершенно согласна. Есть люди, которые чувствуют вот эту гармонию. А вот даже с гранатом, да. И с жемчугом, да. А как с жемчугом? Так красиво. Галина, а у вас тоже очень красивое украшение. Во-первых, я смотрю, у вас сегодня не маленькое черное платье, а маленький черный костюм. Но считаете, это как платье, да? Или это платье? Это платье. Это платье, да. О, замечательно. Это как раз то, что в идеале должно быть у каждой женщины. У каждой женщины, да. Это и цвет как у Шанель. Ее маленькое черное платье. А вот сюда идут очень... Это модные бусы. Это что? Даже не бусы, а жерели, да? Вот как сказать? Можно назвать жерели. Колье, колье. Да, да, можно назвать и так, и так. Это современная, скажем так, вариация колье, да. Но это не серебро. Это не серебро. Это обычный металл плетеный какой-то. Типа крупной цепи. Но сейчас цепи модно. Сейчас цепи... Да, ну это никакой не драгметалл, ничего. Это просто бажутерия. То есть это современная. Ну и серьги ваши сюда же. Ну и серьги серебряные, по-моему, да? Серги серебряные, да. Это серебряные. То есть тоже очень-то довольно-таки... А вы не хотите показать стать черное платье? Да, черное платье. Просто потому что это базово, нарядно. Это, в общем-то... И, кстати... Нет, вот сюда вот. И, кстати, я хочу сказать, что очень... Да, во-первых, очень стильно. Во-вторых, к этому платью можно вообще выгуливать любое... Да, украшение. Колье, любое украшение. Да, да, да. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо большое. Галина, а вы не можете нам рассказать, как вы пришли в YouTube, почему вы туда пришли, вот канал свой сделали, что вам хотелось, что вы ожидали от интернета, что оно вам принесло, оправдало ли ожидания, или, может быть, наоборот, что-то новое вы увидели в этом? Вы знаете, я, по большому счёту, я как бы блогером была давным-давно. Ага. С 1984 года, когда ещё были маленькие мыльницы, фотоаппараты, у меня он всегда жил в сумочке. И в одно прекрасное время я поняла, что у меня сейчас безумно много фотографий и очень много видеокассет, но поменялся носитель. И у меня всё осталось на больших видеоплёнках, осталось на 8-миллиметровых плёнках. И я сейчас делаю попытки как-то перенести на носитель, на, как это называется-то, господи, отцифровать, отцифровать. Вот у меня та же самая история. Ну, это очень дорого. Да. И не всё получается, а то, что я смогла отцифровать, на что я всё-таки решила потратить деньги, это мне не принесло радости. Потому что тебя отцифровали, а качество нанесён очень много. Ну, то же самое, я когда-то, да, снимала цветники свои, но... Да, да, это уже не то абсолютное качество. И когда я узнала, что можно открыть свой канал, по большому счёту я зарегистрирована уже очень много лет тому назад. Ну, в 12-м году я посмотрела. Ну, я не знала, я первые два фильма выпустила когда, я даже не знала, что они у меня там живут. Вы знаете, у тебя такое невидение, вот ты пришёл куда-то, ты куда-то пришёл, ты где-то зарегистрировался, и тебе сказали, пульни, но я и пульнула, а где это жило само по себе, я знать не знала. А потом, когда я уже осознала что-то, а потом, когда я это осознала, я стала себя как бы... Всё равно у тебя электронный адрес тот же, я прихожу там, боже ты мой, а вот же я, вот я тут. Оказывается, я там давно живу-то, и вот находясь в Кишинёве, я уже стала снимать, больше у меня была проблема одну, сохранить то, что я вижу. Чтобы вот этот носитель, я не знаю, где там живёт на области, где-то там всё живёт, но я в это верю, что я смогу это посмотреть в любое время. А иногда хочется вернуться к тому, как ты вспоминаешь тот день, свои эмоции того года или того дня. Для меня это просто память о моих путешествиях. Вот и всё, никаких целей я пока не преследую. Да, я, конечно, хочу, потому что я смотрю, все растут, у всех подписчиков. Нет, а то, что вы получили, вы вот ожидали большего или вот как ожидания? Вас обманули? Я не могу, нет, меня ожидания мои не обманули. Просто меня это не то, чтобы затрагивать, сказать, что мне всё равно, я не могу. Я смотрю, всех тысяч подписчиков, у вас 3500, там у Милы, она вчера отмечала 4000 подписчиков, а у меня 400 подписчиков. И я понимаю, что виновата-то я сама. Мне надо, если я хочу бороться за подписчиков, да, а не только складировать свои фильмы, я должна что-то делать. Что делать, я не знаю. Какая, я не знаю. Я хочу, а не знаю, что делать. Понятно. Я просто тоже заметила, вы знаете, когда... Надо одну тематику перейдёт вообще. Вот когда, например, кулинарию я делала, начинала, тоже не знала, с чего это. Да, кстати, кулинарию очень любят. Да, а по лесу, вот они сейчас, вот с кем я начинала, они набрали столько подписчиков. Уже 10-20 тысяч. Да, да. А, кстати, вот эта Лена, который был сет «Воплощение мечты», она начинала, наверное, как бы его, тот же год. Совсем, да. Она направляла уже где-то 7 тысяч процентов. У неё только один сад. Она только сад. Да, но у неё только сад. И сейчас даже зимой она просто пикирует цветочки, пока как-то... И приходят, всё-таки за общением, я посмотрела их. Это их общество, в которое они привыкли, они знают всех так друзей, им хочется пообщаться со всеми, они туда приходят. Это их клуб. Да, вот, кстати, второй этап, значит, чтобы подписчиков много было, надо создать вокруг себя такой центр какой-то, то есть костяк, костяк, который будет постепенно прощаться. Да, да, одни и те же люди ходят, и потом, значит, всё равно контингент киняется. На Ютуб приходят новые люди, которые за него смотрят, они как когда-то смотрят. Да, это самое, они вбиваются в этот коллектив, и им интересно. Это не обязательно персоналы могут быть. Это да, но в коллективе нужен. И Ютуб так и говорит, товарищи, что давайте... Ваша надежда на Ютуб, что вы хотели, что вы ожидали от него, оправдались или нет? Я вообще никаких планов с Ютубом не связывала своих. Просто было время, пришла на Ютуб, мне стало интересно, присмотрелась. Единственное, что могу сказать, это искала общение, скорее всего, среди людей. То есть каких-то новых людей, что-то интересное и так далее. Поскольку нас так много, и мы все разные, поэтому это захватывает. А потом это сначала. А потом начинаешь уже фильтровать, значит, искать по себе, по интересам. И это привлекает. И, значит, начинала тоже, как и многие, с кулинарии, с дачи, ну, как не умела, наверное, все это. Вообще, я даже не знала, как фильм это делать, снимать. Камеру в руках никогда не держала. Вот, то есть постепенно начинаю все это осваивать, что и большинство. А потом постепенно у меня подружка, она в Германии, Ольга. Ольга, спасибо тебе огромное. Значит, она случайно мне как-то, я увидела у нее открытки и какие-то зарисовки из программы ProShow Producer. Она этим не увлекалась, и до сих пор она этим не увлекается. У нее масса других всяких увлечений. И она мне просто дала у меня, как бы, совет, попробуй, у тебя получится. Значит, вот, спрошел продюсер и пошло. Хотя я сначала была явной противницей этой неживой программы. То есть я всеми своими, не знаю, фибрами души была против этой программы. Сейчас она меня захватила. Конечно, я сожалею о том, что многие подписчики от меня ушли. И те, которые были с кулинарией связаны, они постоянно меня первое время спрашивали, почему вы ничего не готовите. Те, которые с садом, редко я выкладываю что-либо по саду, в основном пришел продюсер. То есть я делаю... Ну да, как я говорила, все-таки направленность, чтобы одна превалировала хотя бы. Да, вот это основа. Остальное все бывает очень редко. Мне это было, и сейчас мне это интересно. То есть в основном я даже... Ну то есть вы Ютубом довольны, и вы приобрели много... Да, Ютубом я довольна, потому что я нашла себя там. Да, да, да. Нашла свои увлечения. Естественно, она мне очень нравится. Да. Спасибо. Это очень важно, что ты находишь свою мишу, да? Да. Ты что-то знаешь? Ваши фильмы, Галя, и ну просто обожаю. Очень интересно. Хотела бы научиться, больше как информатор работаю, по дизайну. Но мне не хватает для истории, мне нужно вот какие-то живые картины сделать. То есть... Давайте обидимся. А как? Попробуем договориться. Ну да. Попробуем договориться. Субтитры подогнал «Симон»!